Привет, друзья! Сейчас я нахожусь на работе и как вы помните, что мы на наш мотоблок покупали навеску, переднюю навеску, у которой задние колеса поворачиваются. Не помню сейчас, как она называется, не суть. На рынке существует несколько вариантов поворота мотоблока и чтобы он превратился в мини-трактор. Это задние колеса, когда двигаются, когда двигаются передние колеса и когда колеса вообще не двигаются, а просто преломляются две оси. Почему я выбрал именно этот вариант? Мне просто производитель сказал, что это более поворотливое, более оптимальное в управлении. Ну, этим словом, просто взял, что посоветовали, без всякого либо вникания, потому что думал, блин, за такие деньги все должно быть хорошо. Результат, в принципе, вы видели какой, да, он мне не устраивает, управление невозможно, скорость большую он не развивает, потому что он заваливается. Короче, вы все видели, мы много раз катались на нем. Мы тестили его в различных условиях. Сейчас мы отправляемся в магазин в данный момент и смотрим, что вообще на сегодняшний день и как это выполнить и на что смотреть. Сейчас же у нас уже есть очень большой опыт и будем смотреть на то, что нам либо купить уже готовый вариант, либо все-таки делать самому и под себя и получать удовольствие. Ну что, друзья, поехали в магазин. Так, вот смотри, пришел в магазин. Вот, смотри, есть такая вот навеска. Получается, шевелится ось влево-вправо за счет вращения. То есть вот так. Лево-вправо не очень мне нравится. Но здесь хорошо реализовано, что вот здесь не надо ничего отжимать. Нажимается педалька. Вот так вот нажимается педалька и подъемный механизм поднимается выше, ниже. Вот этот вот момент мне не очень нравится. Ну и такие более надежные колеса здесь вот пошире стоят. Видно, другой производитель. Здесь руль как-то пожестче, но зато железный, не как на автомобиле. И следующий механизм это вот такой. То есть у него, как на автомобиле, передние колеса крутятся, вертятся. За ней вот как раз у меня точно такой же мотоблок подцепляется сзади. Но качество, конечно, вот такая железная спинка. Одевается вот так чехольчик. Тут, конечно, то же самое железное основание. Натягивается чехольчик. Также педальки. Я так понимаете, все тросики. Это тормоза. Обратил внимание, как здесь реализовано. То есть тянется. Ну вот здесь хорошо, очень видно. Тянется. И просто вот это вот поджимается пластина за счет трения. Вообще примитивная система. Примитивная система тросиками поджимается. Об железный барабан вот здесь терется. Ну также механизм поворотный. В принципе, ничего нового. Но решение вот это более надежнее в плане управления, я так думаю. Единственный момент, что в таком управлении сложно будет реализовать момент установки косы наперед. Только если назад коса будет сзади стоять. Ну в общем, есть мысли к размышлению. Как все-таки сделать передний адаптер, чтобы управляемость у нас стала намного лучше. Но вот эти вот решения, они мне не очень нравятся. Не хочется наступать на не те же грабли. На самом деле, когда приходишь в такие магазины, в такие магазины, глаза разбегают, сколько всего на рынке. Но на самом деле, ведь вы же уже понимаете, что большинство вот этих вещей, такое чувство, что люди даже не вникают, сами не работают. Вот блин, я чтобы начать продавать буровую установку, уже на протяжении 7 лет ее тестю в разных условиях и постоянно дорабатываю. Может быть, конечно, я еще не мультимиллионер. Может, надо было делать непонятный какой вариант. И пусть люди там сами дорабатывают, что-то доваривают. Ну что и произошло на самом деле с навеской, которая сейчас у меня существует. И речь сегодня именно о навеске. Как вы видели, что заводские решения, они такие же непонятные себе. Одним словом, мотоблок будет выглядеть, да, прикольно. О, тракторенок. Но ходовые качества тормоза, сидушка сама. Ну блин, я, ребята, не готов, честно, ездить там и трястись на жопе. Если я буду делать сиденье, то возьму на разборе, не знаю, какое-нибудь сиденье за 2-3 тысячи там кожаное, да. И будет у меня цивильное сиденье, на котором я буду кайфовать. Если я хочу, чтобы мотоблок у меня ездил хотя бы, я не знаю, километров 40-50, ну значит, блин, надо что-то пробовать, дорабатывать. Не знаю, может вариатор есть смысл на него поставить. На самом деле, все, что не делается, ведь оно по кайфу, должно приносить удовольствие. А вот это мучение постоянно дорабатывать, что-то винтики подкручивать, пилить, все, что-то не так, ну блин, я понимаю бы, может у меня какая-то форма тела была своеобразная, но нет, но действительно, вот эти все вещи, они какие-то недоработаны. Может, опять же, вопрос в цене, но опять же, в цене 36 тысяч я взял навеску, это что, дешево? Я думаю, нет, хотя бы там, не знаю, как вот на квадроциклах реализовать, допустим, гидравлические тормоза, диски поставить, чтобы гидравлика была, но это ведь несложно, с одной стороны, да. Одним словом, идея есть, как доработать переднюю навеску, как ее поменять, что в ней поменять. И, я думаю, вот сейчас зимой настанет тот день, когда я приду, приду в свой гараж на огороде и раскопаю его от снега и привезу его к нам в цех, к нам на производство, и мы будем что-нибудь с ним делать. А так в планах, блин, так-то можно гидравлику на него поставить, гидравлический дровокол поставить, именно на самом вращении, чтобы он ездил быстрее, есть мысли. Но, блин, на все не хватает времени, друзья. Ну, я думаю, мы это будем постепенно реализовать. Это же наше хобби. А хобби, оно всегда приносит удовольствие по кайфу, если ты что-то занимаешь и что-то делаешь. Так что, друзья, прощаюсь до следующего видео. Надеюсь, что следующее видео будет не по катушке где-то как-то, а то, что мы будем раскапывать гараж и доставать мужика, и тестить, как он все-таки ездит по снегу. И уже будем от этого отталкиваться. Ладно, друзья, пока-пока. Пока.